и вновь я готов всех вас приветствовать мои дорогие друзья с вами как всегда дезертируем и начинаем продолжать продолжаем прохождение в общем ладно пофиг что я хотел бы сделать поговорить можно нет кстати говоря кстати говоря дорогие друзья у нас есть хорошая новость мы наконец-то сможем питаться на корабле вкусно правда перед этим нужно прочитать некоторые сообщения итак капитан шепард мистер удина предложил передать вам письмо я хотел бы еще раз выразить свою признательность за то что вы помогли мне получить тело погибшей жены у это еще с первой части ну вы помните того чувака да хотя ничто не может исцелить себя боль утраты зная что и с ее телом обошлись должным образом я был я могу быть спокойным на земле я открыл свой ресторан как всегда хотела сделать моя жена на стене там висит фотография не ралли а солдаты альянса едят за счет заведения это меньше из того что я могу сделать чтобы почтить ту храблость которой вы и моя жена служили человечеству как-то так искренне ваша семья шпатья эмили вонг так вы живы как же получилось что вы вышли из под прикрытия где провели два года но не предположу эксклюзивные но не предложили эксклюзивное интервью своему любимому репортеру когда решите передохнуть и будете готовы пообщаться дайте мне знать вот знаете вот эмили вонг я бы дал интервью потому что она реально нормальный репортер да ну как бы здесь той твари я не жалею что я сделал именно то что я сделал ладно спутница шаира капитан я думала что мои ободряющие слова вам не помогли что они оказались бесполезными но мне передали что вы живы и рада слышать что ваше путешествие не закончено но чувствую что вы снова направляетесь во тьму еще более глубокую сражаясь с сараном вы испытывали только себя но боюсь что теперь вам нельзя полагаться лишь на свои силы сделайте все возможное чтобы те кто бьется на вашей стороне воевали с ясным разумом и чистым сердцем берегите себя спутница шаира окей прошлый раз она нам дала довольно полезную штуку кстати доктора хлоя мишель капитан шепард я был очень рада услышать о том что вы живы мне было больно услышать о гибели нормандии тех кто не успел выбраться с нее после того как вы попали и все стали говорить о вашей смерти я испугалась что уже никогда не увижу вас и гаруса когда вы с гарусом охотились за сараном вы очень помогли обитателям жилых секторов галактики нужны такие как вы я рада что вы по-прежнему с нами чтобы защитить тех кто привык всегда на вас полагаться ну это помните за там был такой медпункт куда мы заходили как бы и там была докторша которая всех лечила и мы там еще пенцилин пополняли но в общем это она нам пишет нет ли случайно рядом с вами гаруса когда я обрадовалась узнав о том что вы выжили я подумала что он мог погибнуть я поставила ему несколько сообщений но вы знаете как редко гарус проверяет свою почту а его адрес для голосовой связи наверное уже не работает он не ответил ни на один звонок гарус так предан своему делу своему увлечению что часто забывает обо всем и обо всех вокруг в общем если вы знаете где сейчас гарус я была бы очень рада получить от него весточку или встретиться с вами обоими если вам случится пролетать рядом с цитаделью спасибо хлое мишель так а вот это уже интересно заголовок без заголовка ошибка неверное имя отправителям привет шефард наверное надо поблагодарить тебя за побег из чистилища послали за мной корабль но обыскать все как следует не догадались благодарности я вырежу на теле следующей жертвы твое имя а не свое мне тебе надо кого-нибудь убить правда ты стреляла в меня когда я убегал так что мне придется убить тебя ну ты же понимаешь папа учил меня что если позволить кому-нибудь сделать тебе больно он привыкнет так что надо сразу потолковать с ним по душам но не так как я сейчас толкую с тобой конечно но до встречи здешние жители возвращаются так что скоро будет потеха ищи свое имя я постараюсь чтобы она попалась тебе на глаза раньше чем я билли веселый чувак который собственно ну вы поняли это именно тот чувак которого били мы его как бы спасли но как бы он нас теперь ненавидит чуть-чуть а вот в принципе больше здесь ничего как бы нету посмотрел я по всем прочим местам ничего нам не дают все вроде как нормально ладно сейчас мы поговорим с джокером наверное попробуем по крайней мере может он нам что-нибудь скажет по поводу стадели может нет не знаю как за агазь и все я догадываюсь на какой кнопкой отключения идет речь отключение скорее всего сузи которые постоянно пытаются домогаться до бедного джокера и рассказывать ему то что он должен сделать но окей ладно по поводу улучшения по моему только что сказал что я пробовал какие-то улучшения проделать но честно говоря к сожалению никаких улучшений нету вот с этим мы можем здесь поговорить с кассами по-моему она будет находиться ну в кое-каком нестандартном месте насколько мне не изменяет память по крайней мере как-то раз мы вот здесь кого-то застанем либо сами там будем уже не помню странно мужском туалете никого нет а вот и кассами наблюдательный мостик вот мне нравится такие вот знаете от мелочи которые не сильно как бы но все-таки можем выпить какое-либо спиртное которое есть у кассами можем посмотреть на картину например это пакетик имеет специальный место в моем сердце и арт-коллектор hired me to steal it когда я пришел туда пакетик был уничтожен на улице я увидел его отверстия другого пакета я убежал его, убежал его, убежал его, и убежал его это как я и К.Г. и я встретился мы никогда не превратили его к нашим работникам хм-хм the red rose that used to be my calling card when I first started out in place of whatever I took I left a single red rose it wasn't until I met K.G. that I realized how silly it was he had a way of making you realize when you were just being sentimental это да ну почему бы нет зато у тебя есть визитная карточка и память о прошлом I stole that on a dad believe it or not there was a big museum show coming to Ilium artefacts from earth going on tour very high security K.G. dared me to steal this so I broke in, hacked the security put a few guards to sleep and replaced the piece with a worthless duplicate they never knew the difference my first museum job nowhere near the last don't laugh, I like those books romance novels, crime novels, the classics there's something about the feel of actual paper in your hands their musty smell it's relaxing, K.G. used to find books for me while on the job some of these are more valuable than the objects he was hired to steal that's my favorite piece painted for me by a child prodigy from Elysium she was the cutest thing she was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega I wasn't about to let that happen I set up an idea as a buyer's rep to get a special tour of the slavers vessel once a board I freed the girl and smuggled her off the ship she painted that for me on the way home I'll never forget how it felt to watch her work well, that's cool well, let's talk about it people are talking out there and I hear it all I usually travel hidden away in cargo bay it's nice to be able to look at a window for a change mess sergeant gardener might just be an evil genius emphasis on evil people think he's a bad cook on purpose like he's trying to teach them a lesson I think his ramen is okay but it's really hard to ruin ramen I'm not really sure what to do with myself not much call for thievery aboard a ship come back later I'm sure I'll have more to talk about it, yeah well, in general, it's better to talk about in general, it's better to not close to this point because she likes to watch and she doesn't like to watch and she doesn't really like it and she doesn't really like it but in any case, we won't we'll put together an impressive team I've never worked with so many aliens before they're small army we might just pull this mission off aaa-ha on this one, they and so they can keep them together many people commander those provisions you provided were perfect I owe you I've already thrown together some of my calamari gumbo Here, try a bite Каннибализмом говоришь? Чёрт, это получается я сейчас в каком-то смысле съел Азари? О боже ты мой Как-то это реально попахивает чем-то не тем Так, ну думаю, что здесь нам ничего не светит Скорее всего светит нам в трюме Поговорить с Джек и Заидом Но я не хочу вас сильно затягивать Поэтому давайте на какое-нибудь уже задание попрёмся Сейчас мы определимся как раз с заданием Так Так Ну что ж Давайте отстыкуемся отсюда На самом деле нам есть чем здесь заняться Но я не думаю, что мы этим будем пока заниматься Поэтому Помочь кассами Стоит ли помогать кассами? Кассами та ещё Так что Сложно сказать, стоит ли на самом деле помогать Убить Это будет долгое задание Насколько я помню Ну ладно, почему бы не помочь ей Всё, что потом я сделаю Я сделаю это потом Запуск сканера Просканировать всю эту планету И прочее, прочее, прочее Итак Основатели колонии на Бекенштейне Принявшим первую волну поселенцев земли Придерживались плана С меньшим уклоном в сельское хозяйство Чем использовался на Эйден Прайме Бекенштейн должен был стать Главной индустриальной базой людей За пределами земли Вести человечество в галактическое сообщество Так сказать, производя необходимые ему товары С успехом первого поколения Последовал настоящий рывок И теперь высококачественные товары С Бекенштейна Поставляются прямиком на сет-отель Бекенштейн называют Человеческим Элизиумом Точнее, Илюмом Это то место, где недавно разбогатевшие Тратят свои деньги А о бедняках никто не помнит Год основания 2158 Население 5 миллионов 400-250 тысяч Столица Мальгор Мальгром Вот Ну что ж Опускаемся на землю, я думаю И будем надеяться, что эта миссия будет интересной На самом деле она действительно интересная Она сделана таким Небольшим квестиком Как вот помните Расследование у нас было В первой части Вот здесь вот что-то типа такого Только поинтереснее, на мой взгляд Так давайте глянем, что у нас есть Мы можем Либо в напор адреналина вкачать Либо подождать И вкачать все-таки Сюда Я думаю, что мы это сделаем именно так Давайте сделаем ей талантливую воровку На полную мощность Даунтневые разведчицы Кассами улучшают свою техническую подготовку Заметно снижая время восстановления умений Либо Кассами улучшают свою боевую подготовку Увеличивая уроны Носимые ее оружием Ну здесь, как у доктора Мордина Насколько я помню Точнее не у Мордина У Джека примерно такие же показатели То есть она либо быстрее кастует умения Либо больше стреляет Давайте мы на умения Переключимся, потому что Мощность оружия, как правило У моих напарников не очень высокая Поэтому я не буду на этом зацикливаться А вот умения нам, в принципе, помогут Паперс, witnesses, article in Badass Weekly Вернувшись в этих памятах Это секрет, который уничтожил Кейджи никогда не рассказал мне, что это было Но информация уничтожила Это будет интересно Это, что я иду Ну что ж, наша статуя, собственно, вон там вот Надеюсь, мы ее заберем Вы уходим В платье В платье, вашу мать После тебя, мисс Ганн С到底 Остал Огонь Войду Впад бы То Стоит С Come С Продолжение следует... 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 Стырим у него денюжки еще к тому же, да? Так, ты-ты, ворота ты-ты, это плюс это ты-ты, это плюс это и это плюс это. Обокрали одного из самых влиятельных людей и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это да. Не, ну я ведь мог еще обыскать тут пару вещей, но ладно, раз ты говоришь уходить, хотя может здесь есть какие-то книги, которые можно обыскать, нет, но ладно. Жаль, даже как-то обидно. Так. Кое-кто исчез. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А теперь нам нужно поговорить с Хлоком и давайте сохранимся перед этим. Прямо вот как только я буду готов. Прямо. 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 Крап, директивная информация. Прямо. 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 ają. Будет thấy полезное понятие. Прямо. Не спрашивает владельца астерикауса. Автофоказа установлена 28 лет. Дома. Крапления. Так, он идёт где-то вот здесь, сюда-сюда-сюда-сюда. И, видимо, он уходит под всё это дело. А нет, он сюда вот куда-то идёт. Идёт-идёт-идёт-идёт-идёт-идёт-идёт. И вот здесь вот выключается. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. А ты закрыть не хочешь обратно, не? Ну ладно. И-и-и вроде бы это всё будет нормально, если мы просто возьмём и сделаем это. Продолжение следует... Так гораздо лучше. Теперь мы можем выбрать оружие для наших дорогих друзей. Так, ну это она и не дает менять. И здесь мы можем, соответственно, выбрать все то же самое, что обычно выбираем. В принципе, да, меня все устраивает, что здесь есть. Ну а теперь можно поизучать хранилище. Там, по-моему, надо было набрать 100%, когда мы будем близко к ящику. Нотая кое. Ну такое. А знаете, к чему эта отсылка, кстати говоря? Насколько я помню, это чудовище как раз было в Драгон Эйдже. Турианский Титаник. Это нечто интересное, но ладно. Так, давайте смотрим. Ну да, это впечатляет, правда... А что это вообще такое? О, это же про Таане. Вот таки да. А, в общем, вот серый ящик. Ну и, собственно, Цикаду получает следующий член отряда. Это Миранта, Мордина и Кассана. Естественно, мы можем забрать прямо сейчас нужную нам фигню, но я думаю, еще, по-моему, что-то... Можно же здесь исследовать, нет? Нет. Больше ничего. Поэтому просто забираем серый ящик с собой. Берем еще патрончики, если они нам нужны. Миранта, Миранта. НО! Да ладно, я всего-то разбил одну маленькую статую, что тебе не понравилось.